На основе поручения главы государства народная приемная президента организовала очередной открытый диалог в Элик-Калинском районе Каракалпакстана. Рассматривались различные вопросы, по которым принимались конкретные меры для их решения. Открытый диалог также охватил и другие районы приорали. По поручению руководителя страны, народная приемная президента организовала очередной открытый диалог в расположенном в 140 километрах от города Нукуса, в сходе граждан Махали-Бустон, Элик-Калинского района Каракалпакстана. который также охватил южные территории Приорелия. Основная часть рассмотренных обращений связана с дорогами, электроэнергией, здравоохранением, занятостью и трудовыми отношениями, социальными и другими вопросами. Так, проживающий в Махале-Бустон Бирюнийского района Эгемберген Урозалиев попросил ответственных лиц помочь с ремонтом дорог. Обращение было изучено с выездом непосредственно на место, и на этой основе на улице Тодж-Махал начали завозить гравий. На основе обращения Расула Шарипова из аула Уллибох Турткульского района вместо старых опор линии электропередач устанавливает новые железобетонные, что обеспечит стабильную подачу ресурсов потребителям. В рамках общественного приема организовали и ярмарку труда, на которой предприятия и организации Ликкалинского и Бирюнийского районов представили почти 1350 вакансий. Ряд граждан в этот день обрели постоянные рабочие места, десятки сельчан получили направление на бесплатное обучение профессиям. Изъявившим желание получать доходы на дому 20 представительницам прекрасной половины на основе субсидии выделили швейные машинки. Решен вопрос, связанный с оплатой учебных контрактов, нуждающихся в социальной защите студентов вузов. Девяти юношам и девушкам, среди которых и Диору Атаджонова из деликкалинского района, оплатили половину суммы контракта. Созданы необходимые условия для лечения сына, проживающего в Махале-Маркази, Бирунийского района, Джайрон Раджабовой, Ахаджона Шарипова. Все расходы на проведение лечебных процедур будут покрыты за счет средств фонда Саховатва Кумак. На основе обращения Санобар Курбон-Ниозовой из Турткуля на бесплатной основе пройдет лечение ее сын. Также за счет внутренних возможностей погасят расходы на аренду жилья. Выделят необходимые средства для лечения и аренды жилья ряду обратившихся граждан, среди которых Назокат Калимбетова, Шохада Шохназарова, Салима Ходжиева, Садокат Худайберганова из Амударинского района. Потерявшая кормильца Зухра Рахимова из схода граждан Махали-Бустон Амударинского района одна воспитывает ребенка. Жилье нуждается в ремонте. После изучения вопрос был решен на месте. Ей помогут в приведении дома в надлежащий вид. Положительные разрешения получили подобные обращения в частности Оманджон Юлдошевой, Ольманджон Ахмедовой, Салават Авизимбетовой из Амударинского района, Муниры Махмудовой, Ферузы Абдулаевой из Эликалинского района. В целом в процессе данного открытого диалога в Эликалинском районе рассмотрено 284 вопроса от 258 обратившихся граждан. 124 решены на месте. 37 соотечественникам даны правовые разъяснения. 123 обращения посредством определения конкретных сроков и ответственных лиц взяты под контроль.